Отец наш Небесный, благодарна Тебе за это удивительное действие, которое происходит прямо сейчас, в приближении к Тебе, в Слове Твоем, в Духе Твоем. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты прикасаешься к нам, и не только прикасаешься, Ты выстраиваешь удивительное сердце. Слава Тебе, Господи! Благослови сейчас эти слова, запиши их в наших умах, в нашей сущности, в Духе и в Душе. Во имя Твое, драгоценное Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Сегодняшняя проповедь называется «Куда приводят...» Чего? Мечты. Я так и думал, что обязательно. Это очень интересный такой фильм был. Но не будем его рекламировать. А куда приводят глаголы? Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна, шестую главу. Признание, откровение. И вообще, многое в жизни Петра, рыбака обыкновенного. Две тысячи лет назад этот рыбак жил. Потом он стал апостолом Иисуса Христа. В шестой главе все общество, которое находится рядом с Иисусом, оно было несколько шокировано тем, что он говорит. Для ортодоксальных евреев слова, которые сказал Иисус, и здесь они были «Ешьте мою плоть, пейте мою кровь» – это было ужасным чем-то. Некоторые из тех, кто не был его приближенными учениками, не входил в это число двенадцати, они стали говорить, как можно это слышать, и ушли. Иисус говорит, да, у Иисуса Христа, 66 стих. И с этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал двенадцати, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал, Господи, кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни. Интересно, здесь исправлено. В синодальном переводе, который мы читаем с вами обычно в Библии, глагол из жизни. Глагол отличается от слова, что это совершенно чёткое указание действия. Ведь мы с вами, люди, которые наслышали столько много слов в этом мире, и стали такими, как и сделали по словам определённые действия. Некоторые занимаются искусством, некоторые занимаются наукой, и мы тоже с вами проходили через эти образовательные учреждения. В нас столько много закладывали всякая информация. Мы стали тем продуктом, что было заложено в нас из этого мира. Были ли это глаголы жизни? О Ленине говорили, он и теперь живее всех живых. Но это такая фраза очень серьёзная и спорная в том отношении, что, глядя на покойника, говорит так. И кроме того, тот, который отрицал Бога. Мы с вами видим очень интересные глаголы всей нашей жизни до принятия Иисуса Христа. Это глаголы смерти. Абсолютно. Только лишь те слова, которые говорит Иисус, и они странные для этого мира. Поэтому мир отходит и говорит, да слушайте, что разве можно об этом говорить? Мы с вами почему-то говорим, думаем об этом. Мы почему-то с вами доверяем больше Библии, Слову Господа Иисуса Христа, чем самому выдающемуся учёному. Почему? Потому что в нашей жизни мы первые вкусили, что это глаголы жизни. И теперь, кто бы нам что ни говорил, мы уже знаем это, мы знаем, что живём. И эта жизнь наступила такая, что наш язык перестал говорить какие-то слова, бранные слова. Хотя иногда бывает, когда мы, разгорячённые в каких-то взаимоотношениях, можем перейти вплоть. Мы с вами являемся теми людьми, которые живут в этом мире и знают, какой это мир. Мир говорит. Недавно, занимаясь по английскому языку, с одним из моих внуков, мы нашли такое. Это серьёзная книга, такая толстенная написанная. И там разные статьи, чтобы взрослые уже, молодые люди изучали бы английский язык. И там говорится о вулканах статья. Вулканы. Особенно. Люди говорят, что это деструктивно. Но вначале они были тем самым агентом, который сделал жизнь. Какая лапша на уши? Жизнь, в которой мы с вами живём и сейчас, учёные люди. Это не то, что времена, допустим, Чарльза Дарвина. А сейчас это ДНК, различные атомы, расщепление атома. Сколько энергии, сколько нужно энергии туда влить, чтобы его расщепить. И получится ли баланс положительный. Всё это серьёзные вещи. И утверждать, что какой-то вулкан сделает удивительнейшие вещи, когда одно в другое, одно к другому присоединяется. И создаётся конструкция, которая имеет свои определённые уровни поглощения, развития, наполнения и так далее. Это невероятно. Но люди говорят, да, да, да. Почему? Конечно же, некоторые слова, из тех, о которых я говорю, они вам не нужны. Мир. Мир людей. Человек. Ему нравится в этом мире жить. Потому что он сказал, Бога нет. Это обозначает, что он является верховной судьей. И вот как он задаст в этом мире свои правила, так люди и будут жить. В одной стране будут пожирать друг друга. В другой стране будут другие уровни процветания. Вернее, процветания и не процветания, продвижения, уважения, там, различных основ, мораль и прочее. Послушайте, послушайте, если атеизм, если Бога нет, то какая мораль? Хватай, что хочешь, и делай, что нужно только лишь для тебя. Поймают, тогда жалко. Не поймают, ты выиграл. Не всегда так было. А другая структура. И даже мы можем ее обозначить без всяких рамок. Это Бог. Который все сотворил. И человек был связан с Богом. И человек от Бога получил эти моральные устои. И нарушая эти моральные устои, он приходил в уныние. Потому что работала совесть. Но как человек докатился вот до этой степени, что он живет в человеческом мире и все отвергает. Бога отвергает. Людей некоторых. Расы отвергаются. И прочее. Потому что есть еще один мир, которого человек в своем атеистическом восприятии, эволюционном восприятии так же не знает. Но это злобный мир. Божественный мир расположен к падшему человеку. Несмотря Бог сотворил человека для того, чтобы человек был вместе с ним. Бог потерял человека. И Бог знает, у него есть совершенный. И был всегда этот план. Он уже распял своего сына до сотворения Вселенной. И теперь он только лишь и желает этого сына преподнести эту завершенную работу, жизнь. Поэтому те, кто ходил с Иисусом Христом, они откликнулись и сказали, Нет, подожди, мы жили в этом мире смерти, где вроде бы Бог был, но люди перехватили его и стали устанавливать свои правила. Мы с вами наблюдаем такую картину. Итак, первый пункт нашей проповеди, он называется «К кому идти? У тебя глаголы жизни». Второй пункт, это вот мы сейчас рассматривали «Три мира». И третий пункт, Якова, третья глава. Очень интересно, с первого стиха. «Братья мои, немногие...» Это он обращается к верующим. «Братья мои, немногие делайтесь учителями». «Братья, и почему бы многим не сделать с учителями?» Мы знаем, что мы подвергнемся большому осуждению. Это будет судилище Христово, где будут определяться, насколько мы откликнемся на Слово Божье. Почему? Мы много согрешаем, даже сейчас. Кто не согрешает в Слове, тот человек совершенный, который способен обуздать и все тело. Вот мы влагаем у дела в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как несильными ветрами носятся небольшим рулем направляемые. Куда хочет кормчий, повернят руль, и корабль поворачивает. Так и язык, так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам, воспаляем от гиены, от ада. Язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем людей, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, этого быть. И дальше мы с вами сталкиваемся со следующим. Когда наш язык соединен с нами самими, а не с Богом, то здесь написано... Если в вашем сердце, 14 стих, вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, не исходящая свыше, но это земная, душевная и бесовская. Вот она связь с чем. Человек в этом атеистическом мире отрекся от Бога. Отрекаясь от Бога, он не видит и демонического мира, потому что это духовные миры. Но так как он находится под влиянием этого демонического мира, то он говорит от этого мира, от демонического мира. Поэтому люди, когда слышат то, что мы говорим, да нет, ну что вы. Хорошо, а где ты будешь через 10 лет? Ну вот такое-то положение, а через 20, такое-то, через 50? Да меня не будет, а где ты будешь? И кто тебе сказал, что тебя не будет? Какой-то ученый тебе сказал, что твоя душа нематериальная, она перестанет существовать вместе с твоим телом. Мы с вами должны быть очень обостренно чувствующими, что вот этот мир является враждебным для нас. Но этот мир не очень может достигать человека без человека. Как Евангелие передается людьми, верующими в Иисуса Христа, и Бог ограничил действия этих ангелов, ангелы не передают Евангелие, передают Евангелие люди. Так и люди, используемые демонами, они говорят разные бесовские штуки. Итак, предупреждение о том, где ты человек, что ты слушаешь, что ты говоришь, оно очень важно. Посмотрите, теперь давайте откроем послание к римлянам, 10 главу. У нас очень серьезное сегодня время. Я размышлял, почему так мало людей в этом мире говорят об Иисусе Христе. Почему церкви замкнулись в своих сообществах. Потому что давление этого мира. И люди чувствуют, верующие люди чувствуют себя несвободными. На самом деле мы свободны. В нашей стране мы как никогда сейчас можем говорить очень многое от Иисуса Христа, Иисусом Христом. Итак, римлянам 10 глава. Великолепные вещи мы сейчас увидим. Как это происходит. Целая фабрика изумительных преображений, которые происходят в наших сердцах. Смотрите. 17 стих. 10-17. Вера от слышания. Я хочу сказать любая вера. В атеизм, в вулкан, который строит жизнь. И люди говорят, надо же! они восхищены. Надо же! Вулканы взрываются, и вот так вот после них остаются источники жизни. почему есть такая вера? Потому что услышали и приняли ее. Почему люди болеют различными заболеваниями вирусного характера? Есть мертвый верион. и вот он распространяется при помощи ветра там или еще попадает в клетки, и не те клетки он не оживает. Но вот он попал на ту клетку, для которой он предназначался. Это клетка, которую, от которой он имеет ключи. И вот он раз попал туда, опять же говорю, потоками, чем-то, забросило его туда. И как только он обнаружил, что это та самая клетка, в которую он может войти, вот, то он ей посылает сигнал, клетка раскрывается, и он впрыскивает туда РНК, рибонуклеиновую кислоту. Клетка закрылась. И это РНК, которая была впрыснута от вириона, не сам он, а вот только лишь его составляющая, она распадается и начинает делать внутри этой клетки, кромсать эту клетку и делать себе подобные участки. Правда, перед этим она еще стремится, она знает, где находится почта, телеграф, телефон и имейл, в этой клетке каждая клетка связана с другими и она должна посылать периодические сигналы, что я здоровый. И клетка отключается, и она не то, что посылает сигналы, что она должна была бы сигнализировать, что со мной, у меня проблемы. Она здесь не сигнализирует. Что происходит дальше? Она начинает, все размножились, все уничтожено, осталась только капсула от этой клетки, затем появляется один участок РНК, он становится как штампом, и к нему выстраивается очередь. И он штампует и соединяет все, и выходит, разрушается эта клетка, и теперь появляется сам верион. Видите, как интересно, правда? Ну, разве вулкану это доступно? Ученым-то стало доступно это совсем недавно. И появляется верион. точно так же, когда мы с вами не то слышим, то это разрушает, разрушает наши категории мышления. Когда мы слышим Слово Божие, это то, что рыбак две тысячи назад по имени Петр, Симон, его Петром назвал, Иисус сказал, что ты камень, а он скала Иисус. И этот Симон, Петр, он воспринял Слово и обнаружил, что это работает, это действует в его жизни. Он способен силой Бога совершать чудеса, эти чудеса были явные. Мы с вами, когда нас просят о том, чтобы помолиться друг за друга, мы молимся, мы не всегда получаем ответы от этих людей, что уже все произошло. вы помолились и это произошло. Одна мама сказала, мой сын пропал, от него нету никаких сведений, помолитесь пожалуйста, мы помолились, я через некоторое время спрашиваю, слышу в ее разговоре, вот скоро сын приходит, я говорю, это тот самый, о котором мы молились? Да, он объявился, все хорошо, здорово, но это же молитвы. Человек неверующий скажет совпало, мы с вами набираем эти свидетельства, которые говорят нам, есть слова, которые имеют природу божественную, 17 стих читаю дальше, отслышание, слышание Слова Божьего, вот где мы должны находиться, если мы попали в религию, то там будут обряды, обряды человека не спасают, спасает слово, в которое мы верим, это обозначает, я соглашаюсь с этим словом, и я его применю в своей жизни, и мы начинаем пытаться его приложить, я больше не буду лгать, и я применяю это слово, и обнаруживаю, что все начинает действовать, и обнаруживаю в своей душе массу маленьких побед над теми твердынями, которые мои уши прежнего человека воспринимали как правду, чего тебе остальные люди, ты есть пуп земли, ты являешься той личностью, которая должна царствовать, а вы Иисусе Христе? Нет, идите, идите и передавайте, потому что разница между, допустим, президентом и человеком, который без определенного места жительства находится только лишь в телесной его обличии, но если это будет человек спасенный, это вполне может быть такой же человек, как апостол Павел, который пойдет и несмотря ни на какие трудности будет идти и спасать людей, Иисус через него будет спасать, это удивительно, мы живем в этом мире, но, Колоссянам 2 глава 8 стих, но в этом мире мы идем против течения, потому что наше слово, слово от веры, посмотрите, какая важная, важные ступеньки, через которые мы с вами проходим, Писание говорит 11 стих, всякий верующий в него не постыдится, может быть, сейчас мы некоторые далеки от того, чтобы и стыдимся слова, ну как я скажу об Иисусе Христе, а мы говорим в Иисусе Христе, мы говорим, а если я сейчас расскажу об Иисусе Христе, с чего начать, говорит мой внутренний человек ветхий, да я с Иисуса и начну, и вы начинаете говорить, один человек отойдет, а другой будет слушать, что происходит, и он будет это воспринимать, наш язык соединен с небесами, с сердцем Христа, с Духом Святым, но вот что-то там мимо прошло, пролетело, что-то такое неприятное ощущение, человек уходит оттуда, тут же его язык соединен со смертью, и то время, которое он мог бы выигрывать для того, чтобы исповедовать Иисуса Христа, это время удивительным образом пропало. Можно быть столетним старцем по своей жизни и пятилетним христианином. Можно мимо проходить, и вы знаете, я вам рассказывал эту историю, меня взяли однажды на грибную охоту, это были очень такие маститые грибники, они шли, везде грибы у них были, я иду, ни одного нет, за мной идут и хохочут, я иду, всматриваюсь, и для меня нету этих грибов, а они за мною находят их, потому что у них какие-то есть маленькие-маленькие приметы. Теперь представьте, что везде какие-то драгоценные камни лежат, но они закрытые, как, например, та трагедия, которая в Гватемале сейчас происходит, везде это вулканическая пыль, и там не видно, что это такое. Грязь ли это или еще что-то ценное. Когда мы с вами обучены в Иисусе Христе, всякая личность ценна, чрезвычайно ценна. Хирург, который поправляет здоровье человека, он радуется, что спас ему жизнь на несколько лет. А мы с вами спасаем навсегда, как говорилось сегодня в этой проповеди во вступлении. Мы с вами являемся теми людьми, которые дарят от Бога из основного мира. этот мир когда-то также был в Божьем мире, потому что сатана стал сатаной, когда воспротивился Богу, и сразу же у него появился поврежденный ум. И когда он получил доступ в Эдемский сад, он искал, как передать эту заразу человеку, и когда он передал, то люди стали бояться Бога, они стали его сторониться, и Бог сделал установление только лишь через принесение жертвы животного и кровь этой жертвы вы спасетесь, ваши грехи исповедуете, и они будут записаны на это животное, а вы чисты будете, только чистый человек предстанет перед Богом. Но через некоторое время появилось очень много различных методик, при помощи которых Господь тебе жертвы нужны, вот барашка возьми, вот козленочка возьми, но меня только не трогай. И появились религии, а после религии, а зачем эти какие-либо служители, священники, да обойдемся без них, потому что религия стала сама собою, своими различными атрибутикой скрывать слово. А Господь сказал, что верующий в Бога, в меня, будет жить каждым словом Божьим, исходящих из уст Божьих. И теперь дальше продолжим и на этом закончим. Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Но как призывать Господа, в Которого неуверовал, проблемам? Как веровать в Того, о Ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? Что говорится? глухой не услышит до тех пор, пока ему не будет говорить правильные слова? У него слишком много забито в уме тем, что шло от языка смерти, от глаголов смерти. И как проповедовать, если не будет послан, то есть, если не будет послан, посланник это апостол, или же сейчас это всякий верующий человек, он послан Иисусом Христом, и это написано в Евангелии от Матфея, 28 главе, 19-20 стих, где говорится, идите и научите все народы то, что я вам заповедовал, крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и вот вы увидите, что я вместе с вами. Это удивительное место, которое нам дает опору, и этой опорой мы с вами живем, мы идем на евангелизацию, мы знаем, что мы не одни, мы приходим в церковь, мы знаем, что здесь мы будем находиться некоторое время, и сам Господь Бог будет с каждым из нас разговаривать индивидуально, потому что так написано, доверяя в это, мы с вами все больше и больше обучаемся быть бодрствующими перед Словом, потому что оно иначе никак не входит в ветхого человека. Ветхий человек не та клетка, новый человек, да, я хочу это знать, я хочу узнать тебя еще больше, я хочу это практиковать, а зачем вы так часто приходите в церковь, ну, достаточно на Рождество и Пасху, и все, да нет, оказывается, когда мы читаем книгу деяния, мы обнаруживаем первую церковь, она вообще каждый день собиралась и все время пребывала в Слове Божьем. Они изучали, а Бог приводил и приводил людей. Для чего приводил, чтобы появились те, которые научились слышать, воспринимать, принимать в своей жизни и рассказывать, проповедовать. И, может быть, одному нужно было всего пять минут, а другому и два часа недостаточно. Иногда в наших церквах, а наша церковь, она отличается и тем, что у нас не только с вами это проповедь, но у нас есть и дискуссия, когда вы можете задать определенные вопросы, какие захотите, вопросы, а мы вместе с вами подумаем применительно к тому, что говорит Библия. У нас есть библейский колледж, на котором мы все эти доктрины изучаем. Для чего? Для себя? Да. А потом, как только мы для себя это восприняли, Бог говорит, ну, пойдем, ты это расскажешь. Потому что весь этот мир, в котором живет человек, он поражен словами смерти. Только единственные слова жизни это у Иисуса Христа. Кому нам пойти? Только к тебе. Поэтому дальше мы с вами читаем. Как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаик говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а это слышание должно быть от слова Божьего. Давайте еще я вам прочту очень интересные слова. Восьмой стих. Что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Христа Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Мне бы хотелось, чтобы вы поняли здесь. Веруя в Иисуса Христа сердцем, вы обнаруживаете, что вы чисты. Он вас спас. Далее. Это сокровищница, которая получила совершенно другое направление. Это направление видеть других людей и служить им. И тогда вы начинаете нести их, и ваши уста говорят уже ни о работе, ни о чем-то еще, ни о красотах этой природы, хотя этому тоже есть место. Не об экономике, не о финансах, а прочее. Они говорят о спасителе. Можно целый час, допустим, где-то разговаривать с верующими о делах добрых. Добрые дела имеются, они добрые только тогда, когда там присутствует Иисус. И после этого часа уйти, не сказав самого главного, нету на устах спасительных слов, как спастись, что надо сделать для этого. Дела ли и только лишь принятие Иисуса Христа. И все. А дальше Он начинает через нас жить и производить свои действия. Наполняйте свое сердце Духом Словом. Наполняем. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за убеждение, предупреждение, ободрение Господь. Благодарим Тебя за эти глаголы жизни. Благодарим Тебя, Господь, за жизнь и в этой жизни чисто все в Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, как Ты показываешь нам не только это настоящее, в котором Ты многое совершил через нас, но и будущее, в которое Ты ведешь нас. Мы захвачены этим, Господь, и этот захват дарует нам желание говорить другим. Может быть, среди тех, кто слушает эту проповедь по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, как своего Спасителя. Скажите простые слова в вашем сердце, скажите, дорогой Иисус, я грешный человек, прошу Тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, научи меня Твоему Слову, приведи в живую церковь, во имя Твое драгоценное Иисус Христос я прошу и молюсь. Аминь. Благослови вас, Господь. Давайте похлопаем Господу.